Давайте рассмотрим, как можно настроить педаль для переключения наших ячеек регистрационной памяти. Это позволит во время исполнения переключаться между ячейками, что очень удобно, так как руки в это время будут заняты исполнением на клавиатуре. Для этого, для начала, давайте создадим три ячейки регистрационной памяти. Выберем стиль. Это будет стиль марша. Выберем также вариацию определенную. Это будет первая вариация А. Будут звучать флейты. Сохраним это на первую ячейку. Далее, для второй ячейки давайте выберем вариацию С. Также выберем другой тембр. Тембр струнных инструментов. Сохраним это на вторую ячейку. Далее, давайте выберем вариацию D. Выберем тембр медных духовых инструментов. Он звучит сейчас вместе со струнными. Сохраним это сочетание настроек на ячейку 3. Таким образом, давайте сейчас сыграем этот отрывок в коротком виде без педали. Я буду переключаться между ячейками вручную. Теперь давайте попробуем запрограммировать педаль. Для этого нажмем кнопку функций. После этого обратимся к функции Regist Sequence, что переводится последовательность ячейки памяти. Обратите внимание на настройки этого окна. В первом ряду вам предлагается выбрать, к какому разъему будет подключена педаль для переключения ячеек. Выбираем разъем 1. Второй ряд настроек предназначен для того, если у вас будет подключена вторая педаль. Но она у нас сейчас отключена. Раздел Sequence Send показывает, что будет происходить, когда ваша последовательность достигнет конца. То есть, когда после первой, второй и третьей ячейки, как инструмент будет себя вести. Сейчас мы выберем позицию Top. Это значит, что последовательность пойдет заново. То есть, после третьей ячейки снова пойдет первая ячейка. И сейчас самое важное. В горизонтальном поле введем последовательность наших ячейок регистрационной памяти, в которой мы хотим, чтобы они следовали друг за другом. Выберем первую ячейку. Нажмем кнопку Insert. Далее выберем вторую ячейку. Нажмем кнопку Insert. И выберем третью ячейку. И снова вставим ее в эту последовательность. Осталось только включить эту функцию при помощи кнопки F. Теперь давайте выйдем из этого экрана. Инструмент предложит нам сохранить введенные нами настройки. Нажимаем Yes для подтверждения сохранения этих настроек. Также я рекомендую вам сохранить банк регистрационной памяти. Для этого зайдем на кнопку J. Воспользуемся кнопкой Save. И присвоим имя. И сохраним наш банк. Давайте посмотрим теперь, что будет происходить, когда я буду нажимать на педаль. Обратите внимание, что в верхней части экрана есть три ячейки. И мы визуально можем видеть, в каком месте последовательности сейчас находится инструмент. Давайте сыграем. В этот же пример я буду использовать педаль для переключения настроек. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok